Поздно вечером раздался звонок, он разбудил уже задремавшую пожилую женщину. Наталья переполошилась, не случилось ли что с её любимым внуком, кто может так поздно звонить? Но это оказался сам Ванюшка. Внук запрещал бабушке самой ему звонить, только если случилось что-нибудь экстраординарное. Не засоряя эфир пустой болтовнёй, так говорил он. Ваня в последнее время стал всё больше походить на свою мать и не только внешне. Но сам он звонил бабушке регулярно, но вот приезжал в гости к ней крайне редко. Алло, бабуль, здорова, мы тут с Иришкой решили к тебе заскочить, завтра утром приедем, жди, пока, ба. Погоди, Ванечка, у вас всё хорошо, спросила Спросонья удивлённая женщина. Да-да, бабуль, всё отлично. Ладно, некогда, ба, до встречи. Ваня был её единственным внуком, самым дорогим существом на свете. У неё ещё была дочь, но они давно потеряли друг с другом связь. Когда-то давно, когда Ване было всего пять, дочка нашла себе заграничного мужа и уехала жить в далёкую Бразилию, а матери оставила ревущего Ваню, заверив, что через год она обязательно его заберёт к себе. Но ни через год, ни через десять, да и вообще по сей день от дочери не было ни одной весточки. У Натальи уже давно были сомнения, а жива ли вообще дочь? Не может же нормальная женщина так поступать собственными матерью и ребёнком. Но оказалось, что может. Наталья даже первое время пыталась найти блудную дочь, делала запросы в наше и бразильское посольство, но выяснить так ничего и не удалось. Ваня вырос, окончил школу, поступил учиться дальше, получил высшее образование. Жили они с бабушкой душа в душу. Вскоре после окончания вуза Ваня привёл в дом знакомиться с бабушкой, свою невестку Иришку. Наталья была счастлива, девушка ей очень понравилась. Сыграли свадьбу и молодые стали жить в одной квартире с бабушкой. Но она понимала, что всем будет лучше, если молодожёны будут жить самостоятельно и Наталья решила переехать в деревню. Как решила, так и сделала. Ваня с Иришкой были не против. Конечно, в деревне ей было очень хорошо. Правда, Наталья скучала по городской жизни, тем более, что они стали отдаляться с Ваней друг от друга. Он, конечно, звонил, но приезжали они с женой к бабушке всё реже и реже, объясняя это занятостью на работе. Всякий раз, когда она звала их, они ссылались на нехватку времени. И даже если Ваня говорил, что что-то сделает или приедет скоро или сейчас, это вполне могло растянуться и до завтра и на неделю. Такой уж был её внук. Наталья подолгу теперь сидела за столом и смотрела в окошко и всё ждала-ждала. Последний раз Ваня с женой были у неё полгода назад. За это время у неё в доме произошли кое-какие изменения. Наталья вспомнилась, как осенью она пошла в лес по грибы. Ей запасы на зиму нужно было сделать, насолить грибов да насушить. Зимы в этих краях длинные и суровые. Хороши будут зимой суп грибной и жарёха со сметаной. Осень была тёплая, солнечная. Грибов в этом году было много. И вот стала Наталья каждый день по корзинке, а то и по две из леса таскать. В тот день она вместо грибов принесла в корзине маленького дикого поросёнка. Женщина прижала к себе малыша и поспешила со своей находкой домой. Она понимала, что поросёнку одному в лесу не выжить и решила взять над ним опеку. Правда, она совсем не подумала о том, что из маленького поросёнка, похожего на полосатый цукини, когда-нибудь вырастет огромный кабан. Кормила она нового питомца, ухаживала за ним и вырос из него, конечно, не огромный кабан, а очень даже забавная небольшая свинка, кабаниха по имени Галя. Галя с удовольствием жила в тёплом, чистом, застеленном сеном сарайчике в небольшом загоне. Она была довольна жизнью и любила свою хозяйку. И Наталья питала к свинке нежные чувства, приговаривая, что Галя это вовсе не скотинка безмозглая, а член её семьи. Вспомнив этот быстрый разговор с Ваней, её удивила такая спешка. Точно что-то случилось, но Ваня не хочет её раньше времени расстраивать. С самого раннего утра, как только открылся магазин, Наталья поспешила в сельмак. Надо было накупить всяких лакомств к чаю, всё остальное у неё было наготовлено. У неё всегда в доме было чем накормить дорогих гостей, потому как она всегда ждала приезда внуков. Уже издалека она увидела, как к дому подъехал огромный чёрный внедорожник. Это Ваня и Ира припарковались. Наталья прибавила шаг. Она зашла в дом очень тихо и хотела было оповестить о своём приходе, мол, я быстро управилась, но тут она услышала разговор внуков. Те сидели на кухне и даже не заметили, как прибежала Наталья. Но она уже не согласится продать дом, она любит тут жить, немного повысил на жену голос Ваня. «Так я уже всё придумала, мы её в дурку сдадим, там не дом престарелых, платить не надо», с гордостью предпринимателя заявила Ира. Я узнавала. «Блин, Ир, может всё-таки кредит возьмём, родную бабушку и в дурку», завозмущался Ваня. «Да ей осталось жить-то совсем ничего, привыкнет не барыня, неужели ради счастья родного внука не потерпит?» Воцарилась гнетущая тишина. Наталья чуть торт не выронила, она стояла в оцепенении, она не могла поверить, что они ради денег готовы отдать её в дурдом. Чего им не хватает, всё есть, квартира-машина, денег им всё мало. Когда ей уже казалось, что её мир окончательно рухнул, раздался громкий крик Ивана. «Вон!» – кричал парень, «вон из этого дома и моей жизни!» «Ира, ты чудовище!» Мимо Натальи, громко ругаясь, проскочила Ира, следом за ней на крыльцо выскочил Ваня. Но самое страшное, что кабаниха Галя тоже услышала крики и возню во дворе. Она это всё поняла как угрозу для своей хозяйки и, демонстрируя всю мощь и силу своего организма, в щепке разнесла дверь из сарая и замерла на месте. Она глядела замутнёнными глазами обстановку вокруг и попёрла, как танк на наглую девицу. Она догнала Иру уже возле калитки и та еле успела выскочить со двора и закрыть её за собой. На крыльце стоял Иван и Наталья и громко хохотали. «Даже эта свинья лучше и добрее тебя!» – бросил вслед своей бывшей жене Иван. «На развод я подам сам!» Наталья долго плакала на плече у внука, а он гладил её по голове и приговаривал. «Бабуля, как ты могла подумать, что я ради презренных бумажек могу пойти на такое паскудство? Я же не последняя свинья, хотя, как показывает жизнь, свиньи бывают гораздо лучше некоторых людей!» И бабушка с внуком рассмеялись и обнялись. Рядом с ними довольно похрюкивала свинка Галя, их преданный и верный член семьи. Подписывайтесь на канал, впереди ещё много всего интересного. Всего доброго!